Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить всем лайки. Поскольку неделя только начинается, я предлагаю вкратце пробежаться по ключевым событиям, за которыми мы будем следить. Очень много будет американской статистики. Я все еще, друзья, ищу точку входа для того, чтобы купить индекс доллара, потому что вообще сейчас не рассматриваю сценарий, при котором американская валюта будет долгосрочно снижаться. И очень долгий период времени я вам озвучил свою точку зрения, почему я оптимист в отношении доллара. Но хочется сейчас получить больше фундаментальных подтверждений того, что американский регулятор действительно может взять паузу и отказаться от дальнейшего снижения ключевой процентной ставки. На этой неделе будем анализировать данные по индексам ISM, производственного сектора и сферы услуг, статистику по американскому рынку труда. В среду EDP, и поскольку у нас в рамках текущей пятидневки в пятницу ожидает первая пятница декабря, и, соответственно, отчет, который выпадает традиционно на этот день, это данные по американскому рынку труда Non-Farm Papers. Вот этот релиз точно станет источником неплохой волатильности на финансовых рынках и может, может быть, убедить меня в том, что пришло время снова покупать американскую валюту. Также в пятницу выйдут данные по рынку труда Канады. Мы раньше очень неплохо заработали на ослабление канадского доллара, но сейчас в свете того, что я практически уверен, что Канада может оказаться тоже жертвой потенциально высоких пошлин со стороны американской экономики, я все еще уверен, что канадский регулятор будет и дальше снижать скучевую процентную ставку. Вероятно, друзья, очень хорошая возможность сейчас, чтобы долгосрочно присмотреться к росту пары доллар-канаде с левой отметкой 1,45. Ну, давайте вкратце. Индекс доллара, текущие котировки 106.30. Резонанс событий фундаментального фона прошлых двух недель. Во-первых, это комментарий Паула о том, что текущая ситуация, ну, в частности, Паула делает акцент на экономический рост и на обстановку на национальном рынке труда, позволяет Федрезерву занять более осторожную позицию в вопросе дальнейшего снижения кульчевой процентной ставки. Но даже без комментариев Паула я был уверен, что Федрезерву действительно стоит взять паузу, потому что у нас снова рост инфляции, ну, точнее, у американской экономики. В прошлом месяце, точнее, сейчас у нас есть возможность только оперировать октябрьскими данными, ноябрьская статистика еще не вышла, но в октябре, мы помним, индекс потребительских цен вырос с 2,4 до 2,6 процентов. Промышленная инфляция показала еще более выраженную восходящую динамику 2,4 с 1,9. Добавим сюда еще очевидные предпосылки того, что инфляция в Штатах может продолжить расти. Опять же, громкое заявление Трампа, которое рынки обсуждали на прошлой неделе о том, что в первый день своего президентства он ведет пошлины по ставке 25% на товары из Канады и Мексики и 10% из Китая. Но, честно говоря, друзья, эти комментарии вызвали очень неоднозначную реакцию, потому что вроде бы как Трамп во время своих предвыборных обещаний, громких высказываний, отмечал, что установит пошлины в 60% против китайских товаров. И сейчас ставка уже потенциально в 6 раз ниже. Вероятно, Китай, увидев фактически лишь пошлины в 10%, вовсе решит не отвечать. И, может быть, мировая экономика избежит очередной торговой войны. Но все может измениться. Трамп очень импульсивный политик, поэтому эти решения могут быть легко изменены, пересмотрены, и могут быть меры торговых барьеров и торгового характера стать более жесткими. Протоколы последнего свидания Федрезерва, но это уже устаревшие данные, потому что протоколы отражали точку зрения чиновников ФРС, которые еще не видели октябрьские данные по инфляции. И тогда в протоколах был сигнал того, что они обеспокоены тем, что инфляция и темпы снижения инфляции замедлились. Но сейчас мы знаем то, что инфляция уже даже выросла. И очень важный отчет прошлой недели, это индекс цен расходов на личное потребление. Был зафиксирован рост от 2,1 до 2,3%. Я много раз вам, друзья, говорил, что индекс цен расходов на личное потребление не просто так является предпочтительным индикатором для Федрезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией. То есть этот релиз доказывает то, что инфляция в Штатах может снова вырасти уже по итогам ноября. И, соответственно, Федрезерв потенциально способен продлить вот эту паузу в вопросе снижения ключевой процентной ставки, что может интерпретироваться трейдерами как хорошая возможность для покупки американского доллара. Я жду пятничный отчет по Non-Farm Farms, уже после него буду действовать. Золото 1624 доллара за тройскую унцию. Учитывая агрессивные распродажи, которые мы наблюдаем с азиатской сессии, я принял такое спекулятивное решение пока зашортить с целью 2600. Тем более, что мы видим сегодня подрастает доходность американских облигаций плюс незначительно. И сантимент 60 на 40 – это не такие качественные показатели распределения большинства и меньшинства, но все-таки 60% находится в длинных позициях. И, вероятно, есть потенциал коррекции снижения по золоту до отметки 2600, как я уже отметил. Пара доллара японская иена 150.70. Здесь цель у меня спекулятивная. Открытие сделки на комментариях главы Банка Японии о том, что возможно все еще повышение процентной ставки в декабре. Может пара скорректироваться до отметки 150. Потенциал для этого есть. Это тоже спекулятивная сделка для тех, кто не открывал короткие позиции на уровнях повыше. Нам лучше же, конечно же, дождаться и заседания Федеризерва, и заседания Банка Японии, и потом уже фактически определяться, как и что делать сейчас. Но если оперировать данными, хочу отметить, что отчет по инфляции, который вышел по сути три недели назад, общий национальный показатель по инфляции в Японии продемонстрировал снижение показателя с 2,5 до 2,3%. Базовая инфляция тоже скорректировалась. И токийский индекс потребительских цен, который вышел в конце прошлой недели, здесь тоже снижение с 2,6 до 1,8%. Казалось бы, снижение инфляции – это доказательство того, что не нужно повышать процветную ставку. Но здесь стоит сделать ремарку. Банк Японии очень сильно боится возвращения прежнего диволюционного тренда курса национальной валюты. Поэтому если доллар будет угрожающе расти, то, соответственно, Банку Японии придется либо снова прибегнуть к инфлюенциям, либо повысить ключевую процветную ставку. Сейчас очень многие аналитики думают, что по итогам декабрьского заседания Банк Японии поднимет ставку. Вот, кстати, в комментариях напишите, друзья, что думаете вы. Мое субъективное мнение сводится к тому, что сейчас Банк Японии дождется заседания Федрезерва, тем более, что оно состоится буквально за несколько дней до заседания Банка Японии. Посмотрят затем, что сделает ФРС. И если американский регулятор оставляет ставку на прежнем уровне, это создает предпосылки для роста американского доллара против иены. И в таких условиях, конечно же, Банк Японии поднимет процветную ставку, чтобы остановить еще больший прессинг на курс национальной валюты. Доллар-канадец. Я уже отметил то, что долгосрочным можно присматриваться к уровню 1,45. Пара евро-доллар 1,0520. Я за дальнейшее снижение. Тем более, что очень много сейчас спекуляций на тему того, что будет делать ЕЦБ в плане снижения ключевой процветной ставки. Общий прогноз концерта сейчас предполагает то, что ставка в ближайший год будет скорректирована еще на 150 базисных пунктов. Я думаю, что больше всего как раз ставку снизит как раз именно Европейский Центральный Банк. Ну и фундаментальный фон, макроэкономическая статистика здесь прям хуже некуда. Данные по еврозоне. Индекс производственного сектора на прошлой неделе продемонстрировал снижение со 46 до 45,2. Сфера услуг тоже просела. И композитный индекс, который объединяет оба этих сектора, 48,1. То есть в зоне стагнации, в зоне спада в Германии такая же ситуация. И показатели ВВП Германии в годовом выражении снижения на 0,3%. Риски рецессии становятся все более реальными и подтверждаются фактическими данными. И в таких условиях, конечно же, Европейскому Центральному Банку придется снижать ключевую процентную ставку как единственный стимул, который поможет хоть как-то помочь экономике еще на фоне нависшей угрозы потенциально высоких пошлин со стороны новой администрации США. И что касается рынка нефти, котировки 72,14, я за дальнейшее снижение, цель 70 долларов за баррель. Сантимент 72% трейдеров находится в длинных позициях, конечно же, пойдем против толпы. И ожидание того, что дальнейшему снижению будет способствовать ослабление спроса со стороны китайской экономики, и планы США значительно увеличить добычу нефти. Первые реформы, которые могут быть инициированы новой администрацией США и Трампом, это полностью отменить запрет на выдачу экспортных лицензий для нефтедобывающих компаний и снизить срок согласования разрешения на освоение новых месторождений. Сейчас на это согласование может уходить до года, а Трамп планирует снизить срок до 100 дней и меньше. Соответственно, точно будет больше нефти и точно будет больше предпосылок для того, чтобы мы с вами дождались и 70 долларов за баррель и еще ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.